Здравствуй, Малайзия! Я уже почти на самом экваторе. Вообще, куртки, это, конечно, странно, хотя тут кондиционер и тут нормально. Я просто пододелся, потому что у меня рюкзак, но он явно в ручную кладь не лазит. И пришлось его очень так затягивать, и вот даже что-то на себя одевать. Ну, всегда так делаю. Сейчас, конечно, разденусь. И джинсы тоже сниму, и кроссовки на сандали поменяю. Малайзии влепили мне в паспорт вот-вот такую хренатень, наклейку какую-то. Вот. А Ваня вообще, у меня они вообще поперек влепили ужасные люди. И что мне теперь делать с ней? Кстати, Малайзия для меня страна номер 49. Следующая будет 50-я юбилейная, но что это будет за страна? Я ни малейшего представления не имею. Нет, есть, конечно, пару вариантов, но да ладно, потом. Движение в Малайзии левостороннее. Так и запишем. Автостоп левой рукой как? Удобно? Да. Да, палец согнутый вообще, выпрямил. Да, он не выпрямляет. Вот так и зафиксирует. Пришли на какой-то рыбный базар, тут покушать можно, и тут разноцветная рыба. Вот это, смотрите, украинская рыба. Это какая-то вот розовая эмо, эмо-рыба. В глаза ей посмотрите. Это вообще, вообще такие цветовые страны. Но все они как-то печальным взглядом смотрят. Не, у нее вот лучевой взгляд украинский. Не, ну понятно. Итак, первые впечатления от Малайзии, самые-самые первые такие. Немного более развитая страна, чем Филиппины. Более чистая. Много китайцев, очень много надписей просто на китайском тупо. А еще малайцы обманывают. Когда цену у них спрашиваешь, и они такие, видишь, что ты европеец. Такие, зависают, ну что же придумать, побольше надо, побольше. А вот только что подошли, спросили тоже, почем водичка. Она такая, Ваня говорит, how much? И она такая, раз, один палец показывает, потом смотрит. Блин, европейцы же такая, два. Мы такие, ааа, заржали, ушли дальше. И подошли, а там была честная, ну по ней видно. Вот. Мы спросили, сколько? Один. Ну, один хорошо. И вот это вот мы пьем кукурузный сок, кукурузную воду. Да, сок кукурузных палочек. Она сразу сказала, такая, это не манго, не думай, что это манго. Да, это кукуруза, говорит. Да. И еще, кстати, Малайзия, это страна мусульманская, поэтому вот такие вот заматанные тут женщины, девушки ходят. Даже мужик, он такой. Да, кстати. Вообще, когда я вот три месяца находился в Иране, в Афганистане, я совершенно привык к этим замотанным, как бы, ну нормально, вот такая культура у людей, и все. А здесь приезжаю, как-то мне так, ну, немного не по себе. Блин, ну зачем вы заматываетесь? Ну, жарко же. Причем, если в Иране, в Афганистане, там понятно, у них выбора нет, это закон, то тут страна, как бы, светская, нет таких законов. Просто вот люди религиозные. Доброе утро. Я только что проснулся, и иду искать Ваню. Мы сегодня ночевали в разных местах, я еще не знаю, где он ночевал. Вчера где-то до часу ночи мы ходили по городу, искали ночлег. Причем для меня это не проблема, у меня есть каремат, спальник, и в теплых странах можно спать на улице. Сейчас мы находимся вообще почти на экваторе. Но у Вани нет каремата, и он из тех людей, которых едят комары очень жестко. То есть иногда мы можем ночевать в каком-то месте, я за ночь не увижу ни одного комара и не услышу, а он полночи не будет спать, потому что они его грызут. Но вчера в час ночи я уже задолбался искать какое-нибудь место, там, где нет комаров. Поэтому мы решили разделиться. Я остался ночевать на улице, а он пошел искать дальше. И, не знаю, он в полицию собирался пойти, и, если что, собирался сидя переночевать в Макдональдсе где-нибудь. А я пошел и просто постелил каремат на травке во дворе, в обычном жилом дворе. Но тут началось. Все комары, которые обычно кусают Ваню, напали на меня. Ну, может, просто место такое, и тоже не давали мне спать. Поэтому я перешел в подъезд. Ну, как в подъезд? Вот как-то так оно выглядит. И очень удачно я перешел, потому что через некоторое время начался ливень. Там было сухо, и не было комаров абсолютно. И вот сейчас 8 часов где-то, я проснулся, иду его искать. Проблема в том, что на Филиппинах у нас были хотя бы местные сим-карты. Могли общаться. А тут... А тут нет. Я зашел в Макдональдс туалет, а тут Ваня сидит. Вот так вот. Где ты ночевал, рассказывай. В общем, я взял коробочку такую мягкую, большую, рядом с Макдональдсом, и пошел под дерево. Там было идеальное место. Комаров вообще ни одного не было. Я был очень счастлив. Все были у меня. И только я пока, правда, слышал шорохи всякие. Потому что цветочки падали на меня такие огромные, с дерева. Но ничего, я привык к этому через минут 5. Все, и начал уже засыпать. И тут что-то начало капать, такое мелкое-мелкое. И через минуту ливень просто начался. И я побежал куда-то вон туда, вон, под какое-то крыльцо. Потом зашел на парковку. Посидел там. От дождя спрятался. И не знал, что делать. Потом все-таки решил опять взять коробку и подняться на второй этаж. Там тоже, типа, такие всякие магазины, но не закрытые были. И я лег тоже. И 8 часов, примерно около 8 дней, меня охранник разбудил. Что сказал? Да, здесь спать нельзя, и такой улыбается. Я такой, ну хорошо. Больше не буду, мне больше и не надо. Да. Не, ну вообще я лег с пол пятого только. Оу. Да. Итак, наш завтрак. Сравниваем цены. Вот это вот макароны эти 1,70. И вот эта вот курица, которая, как оказалось, в горьком огурце, по-моему, ну так себе, тоже 1,70. Итого 3,40 с человека за завтрак. Ну, нормально. Но такие места нужно поискать, где дешево. Манго пережили перелет. И даже созрели по дороге. Сейчас будем есть. Мы немножечко шикуем, остановились в хостеле. Вот наши койки. Стоит это всего 18 рингит вместе с завтраком. В Малайзии с этим дела обстоят хорошо с жильем. Намного лучше, чем на Филиппинах. Правда, вот такая неприятная неожиданность. Еще 20 рингит депозит за ключи или за что-то, я не знаю. А учитывая то, что это наши последние деньги, почти последние деньги, то жрать нам не на что. Наверное, придется менять. За 2 рингита вот такая вот связочка бананчиков. Мы себе прикупили уже. Манго по 10, вот такие вот, немного коричневатые. По 15 такие, более товарные виды у них. Братан, почем товар? Ну, вы балдеет вообще. Красавчик. Разменяли мы все-таки деньги, кушать-то хочется. И вот решили шикануть. Пришли на ночной рынок, на рыбный рынок. И вот тут заказали. Это у нас рис за 2 рингита. Это у нас какая-то, что это? Это какие-то водоросли или что-то такое. Тоже 2 рингита. А это скат электрический, насколько мы поняли. 10 рингит стоит. Или чей-то плавник, не знаю. Но скат этот по вкусу как рыба, примерно. А водоросли какие-то безвкусные вообще. Как твое мнение? Как водоросли? Ну вот и все, что осталось от этого существа. И косточки еще мягенькие. А это уже такой черный рынок. Ну, темный в смысле, где полностью темно. И вот такой вот рисик. Ну, там было вкусно, но я не наелся. Там было мало. Это за 2 рингита всего. Рис с курицей. И какой-то красный чили, в общем, наверное. Такие вот наборчики всяких фруктов. И не только. Всего по рингиту. Мы приобрели папайю красную. Еще хотели гуаву попробовать. Но я пробовал гуаву в Иране. Не знаю, такую, не такую. Но ее перед нами как раз купили. И вот тут есть ассорти и там... Подожди, это дыня, не? Вот это, это дыня. Да, вроде. Ну все, без гуавы остались. Ну, дыньку можно взять. Ой, это дыню. Очень интересно. Хотим попробовать зеленый манго. Вот есть за рингит, есть за 2. Ну, мы возьмем за рингит. Они едят их со специями, добавляют всякую... Добавляй сам. Только непонятно чего. Я же не знаю, сколько нужно. Это что вообще такое? Это соль? С креветками? Нет, нет креветок. Похоже на перемолотые креветки. Ну, давай так, на глаз. На глаз вольно будет. Соевый соус туда же. Да? Да хватит соли. Да, ну не веешь, жиж. А это что? Мед. Что это? Непонятно, короче. Ладно, давай не будем экспериментировать. Можно еще открыть. Какой-то зеленый фрукт со вкусом манго. С солью и перцем. Ну, не знаю. Не, ну прикольно. Попробовать стоит. Бананчиков взял, жареных. 6 кусочков за рингит, за 1. Шестон фиш, каменная рыба. Это не камни, это реально рыба. Но выглядит как камень. Какой-то очень странный фрукт, если это фрукт вообще. Похож на шишку. Так что, я попробую первый раз. Вау. Да. Окей. Что за... Почему они разные? Это... Яйца. Яйца. Это очень странный фрукт. Это очень странный фрукт. Что-то я очкую. Ну, это другая часть. Ну, понял. Ну, гадость большая или как? Не. Гадость. Хороший хостел. Позавтракали. Выселились. Правда, не было горячей воды, но... Ну, блин. На Филиппинах ее вообще никогда не было почти. Теперь мы решили попробовать дуриановое мороженое за 2 рентгита. Оно стоит... Я еще не пробовал дуриан. У Вани уже было такое счастье. Кто не знает, дуриан это вот этот вот вонючий фрукт, который воняет. Вонючий фрукт, который воняет. Объясним. По запаху оно как? Как. Как вареный лук. И по вкусу тоже как вареный лук. Ну, в целом, на вкус оно как новый орбит вареный лук. Так как мы поменяли деньги, они даже вот у нас остались. И последний день мы тут в Малайзии. Мы шикуем уже побольше. Вот в какое-то арабское заведение пришли. Вот это вот стоит 8,50 я заказал. У тебя 7,50, да? Не, ну у меня явно посолиднее. Мы пришли на экскурсию в мечеть, но что-то пошло не так, и нас ведут на жертвоприношение. Надели в ритуальные какие-то костюмы. Сейчас будет, наверное, либо какие-то лево. Я просто не знаю. Нам не объяснили еще. Упта ж, я мая. Вот как оно внутри минарета, оказывается, выглядит. Ну что? Ай. Рано мы попрощались с морем на Филиппинах, потому что вот в Котокинобалу мы снова пришли на пляж. Ваня пытается зайти в воду, но что-то ему стрёмно, потому что тут куча людей, и никто не купается, кроме него. Китайцев вообще очень много. Прям вообще. Китайцев вообще очень много. Доброе утро. Зачекинились мы на рейс. И такая хорошая женщина была, ничего не спрашивала. Вообще на Гонконг никаких билетов, вообще ничего. И дала места рядом и возле окошка, как и просили. Но, эй, рей же, у них в прошлый раз посадочные талоны были уже как туалетная бумага. Но теперь вообще как чеки в АТБ. У нас самолет с Wi-Fi. Вот это поворот. Но я им не верю, надо проверить. Дали нам, оказывается, места в самом углу, в самом пласте поезда. Музычка играет, Wi-Fi действительно есть. Правда, Wi-Fi не работает, и музыка говно. Ну, они пытаются. Да, интернет, оказывается, тут есть, но он платный. За его пользование нужно заплатить. Зато бесплатно можно смотреть всякие видосики, и читать с их сайта. Вот мы уже и подлетаем к Гонконгу. Вон, это Макао. Я даже вижу отсюда пляж, где я ночевал. Наверное. Ну, вот были же хорошие дороги в Гонконге, когда мы уезжали. Что случилось? Почему так трясет? Ну, вот снова Гонконг. Такой родной. Но я здесь ненадолго. У меня горит китайская виза. Дня на три, наверное. И все в Китай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!